Исполнение указа президента Российской Федерации началось в 2012 году. Регулируется исполнение тремя указами президента под номерами 597, 1688 и 761. 9 категорий, которые подлежат исполнению в рамках потапного повышения оплаты труда в соответствии с принятыми и согласованными дорожными картами. Первая категория, это категория основная, вступившая в силу с момента подписания указа с 2012 года категорические работники образовательных учреждений общего образования. По данным интервьюного мониторинга, по итогам 2017 года в соответствии с показателем планового показателя 100% средняя заработная плата работников образовательных учреждений общего образования в регионе составит 28 218 рублей или 100,2% от планового стопроцентного показателя. В соответствии с указом, с 1 января 2018 года необходимо полностью выдерживать соблюдение планки исполнение указов за январь 2017 года будет официально опубликовано Росстатом 5 февраля 2018 года. Данные уже в Агутском области туда направили, сейчас идет выверка сведений. И далее в ежемесячном режиме от прогнозного показателя установлено на прогнозе социально-экономического развития региона. На сегодняшний момент прогнозная цифра среднего дохода трудовой деятельности в регионе, начиная с 1 января 2018 года, составляет 29 543 рубля. Вот это тот плановый показатель, на который мы ориентируемся при исполнении указов. Необходимые финансовые средства для обеспечения выплат оплаты труда в данном размере бюджетом области на 2018 год предусмотрены. Вторая категория – это педагогические работники дошкольных образовательных учреждений. Как вы все помните, уважаемые коллеги, основным показателем является стопроцентное исполнение от средней заработной платы в сфере общего образования. Мы не смогли исполнить указ на 0,5% в 2015 году, затем шло поэтапное его повышение. По итогам оперативного мониторинга по состоянию на 31 декабря средняя заработная плата в данной сфере составляет 24 880 рублей, или 100,6%. Таким образом, указной показатель исполняется. Прогнозное исполнение показателя в 2018 году должно составить 25 936 рублей. Движские работники учреждений дополнительного образования. Здесь исполнение указов шло достаточно, вернее, более резкими темпами, поскольку базовая ставка стартовая была гораздо ниже, конечно. Начинали мы с 20 911 рублей, или 75% от средней заработной платы учителей в регионе. Данное оперативного мониторинга 95,2% или 27 424 рубля. При плановом показателе в 95% от средней заработной платы от учителей в регионе. Это указ 761, он не 597, эти цифры. И у нас складывается, коллеги, уникальная ситуация, начиная с 1 января 2018 года, при котором средняя заработная плата данной категории будет чуть выше, чем даже категория учителей, поскольку она в данном случае исчисляется от учителей. Но это особенности именно вот этого 761 указа. Она должна составить 30 193 рубля. Я неоднократно уже обращал внимание, что специфика исполнения показателей по данной категории состоит в том, что практически 90% системы дополнительного образования – это система органов местного самоуправления, это полномочия органов местного самоуправления. На сегодняшний момент, благодаря совместной работе при формировании бюджета, при принятии закона о бюджете, необходимыми средствами и органы местного самоуправления, и те государственные учреждения области, которые имеют подведомственную систему дополнительного образования, в бюджете 2018 года обеспечены. Категория мастеров производственного обучения и преподавателей в системе начального и среднего профессионального образования. На момент указа начального профессионального образования еще присутствовало, сейчас уже фактически его нет. Плановый показатель по исполнению на 2017 год – это 95%. Сегодняшний данный оперативного мониторинга – 27 050 рублей или 96%. Исполнение указа с 1 января 2018 года ожидается на уровне дохода от средней трудовой деятельности в регионе, как и по общему образованию, или 29 543 рубля. Работники сферы здравоохранения, если у нас поэтапное повышение категории врачей, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое или иное высшее образование, шло в Планово, причем как в системе лечебно-проферических учреждений, финансированных через систему фонда обязательного медицинского страхования, так и через систему бюджетных учреждений, которые за счет бюджета в Вологодской области содержатся, мы поэтапно повышая оплату труда, у нас был низкий резкий скачок в 2015 году, потом у нас чуть снизилось, вы это можете видеть по соотношению к планке, по итогам 2017 года вышли на показатель 51 364 рубля или 182,3% от установленной 180% планки в соответствии с дорожной картой. В отличие от системы образования, эта задача выполнялась начиная с 1 октября, то есть квартальные показатели были текущего года, но начиная с 1 января 2018 года показатель исполняется указом в полном объеме, в размере 200% от среднего дохода трудовой деятельности в регионе, или в размере 59 086 рублей. Мы проводили анализ ситуации совместно с Департаментом финансов с фондом обязательного медицинского страхования. На сегодняшний момент, и это подтверждено официальным письмом руководителя фонда федерального обязательного медицинского страхования, необходимые денежные средства будут доводиться до бюджета фонда обязательного медицинского страхования в плановом размере 1,12, который позволяет обеспечивать исполнение указа по данной категории. Что касается системы бюджетных учреждений, ну, Олег Александрович уже только что озвучивал, те параметры, которые финансово, значит, в отрасли здравоохранения в 2018 году предусмотрены, вы все их как раз-то знаете, денежных средств тоже достаточно. Средний медицинский персонал повышения шло в плановом режиме, это видно и в абсолютных цифрах, у нас несколько ситуаций, ну, скажем, более заметный скачок произошел в 2016-2017 годах. Мы вышли на показатель по итогам года 94,2%. Это одна из немногих категорий, где есть достаточно серьезный запас, ну, в процентах он невелик, но в абсолютных цифрах достаточен. Это 94,2% по факту. И на сегодняшний момент плановое исполнение, начиная с 1 января 2018 года, это 29 543 рубля или 100% от средней заработки, от средней дохода трудовой деятельности по региону. Единственный нюанс, который, коллеги, существует, мы все его с вами неоднократно обсуждали, о том, что, к сожалению, формулировка применена таким образом, что 100% дохода среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала вызывает определенный вопрос, особенно у среднего персонала, потому что, ну, квалификация разная, да, разное образование, естественно. На это обращалось внимание на всех совещаниях федерального уровня, и вот мы ожидаем, что в 2018 году, видимо, произойдут изменения. И, наконец, младший медицинский персонал. У нас и в 2016-м, и чуть ранее была низкая стартовая база, наиболее тяжелая ситуация была в этой категории. Однако, благодаря такой планомерной работе, удалось преодолеть негативные тенденции, которые складывались в 2016-м году. У нас было неисполнение почти на 5%. По итогам 2017-го года уровень заработной платы достиг в целом по региону средняя 23 217 рублей или 82,4%, что составляет превышение на 2,4% от плановой планки. И исполнение указа на 2018 год начинается в размере 29 543 рублей, как и установлено по среднему доходу от удовлетворительств в регионе. Еще две категории – это работники учреждений культуры. Здесь сложность состояла действительно в постоянной системной работе с органами местного самоуправления совместной. В этом году, планируя исполнение указа президента, мы неоднократно возвращали соответствие поручениями губернатора по рассмотрению исполнения указа именно в этой категории, учитывая, что подавляющее большинство учреждений находятся в системе органов местного самоуправления. И не скрою, что вызывало определенные опасения о исполнении указа, но данные оперативного мониторинга показывают, что и органы местного самоуправления справились с поставленной задачей, но и государственного учреждения культуры. Уровень заработной платы в среднем по отрасли достиг 25 951 рубля, или 92,1%, при плане по дорожной карте – 90%. С 1 января 2018 года заработная плата должна составлять величину среднего дохода от трудовой деятельности – 29 543 рубля. При формировании бюджета, как я никогда об этом упоминала, была проведена большая работа со всеми муниципалитетами с точки зрения необходимого финансирования, и для того, чтобы эти суммы были заложены уже в бюджеты 2018. Мы получили абсолютно все стопроцентные подтверждения от всех муниципальных образований области о том, что средств местных бюджетов и той помощи, которая оказывается из средств государственного бюджета, достаточно для исполнения указов по установленным параметрам. Наконец, завершающая категория – социальная работа. Она у нас в достаточно плановом режиме шва. Здесь не было ни резких рывков, ни откровенных каких-то провалов. Это мы способствовали решению и консолидированию системы органов социальной защиты на уровне субъекта Российской Федерации, централизация управления, выстраивание новой архитектуры, учреждения системы социальной защиты при сохранении того уровня качества и доступности услуг, оказываемых населению. План на этот год составлял 80%. Мы подошли к его исполнению в процентном соотношении с запасом в 0,4%. В абсолютных цифрах 22 657 рублей. С 1 января мы начинаем платить заработную плату в размере 29 543 рублей, как и по остальным категориям. Из основных задач 2018 года, уважаемые коллеги, главной является выплата заработной платы в соответствии с установленными параметрами. Указы вступили в полную силу, то есть фактически дорожные карты регионам выполнены. 5 февраля текущего года, я думаю, что мы получим официальное подтверждение Росстата о том, что Вологодская область указы президента по реализации мер государственной и социальной политики выполнила.